Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы традиционно поговорим о том, как закрылась неделя предыдущая, что произошло на выходных, ну и что ожидать от текущей недели. Ну а прежде чем мы начнем, напомню, что не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео, а ваши вопросы, которые появляются, оставляйте в комментариях. Ну, первое, что мы обсудим, это то, что Баффет, судя по всему, перестает верить в восстановление, ну, по крайней мере, быстрое восстановление американской экономики и начинает инвестировать в золото. Ну, своего рода такой защитный актив. Ну, не напрямую в золото, а начинают покупать акции компаний, которые завязаны на золоте. Соответственно, об этом стало известно минувши выходные. Баффет приобрел долю в компании Berix, канадская компания, которая ориентирована на золото. А в этой связи тоже несколько факторов, которые хотелось бы разобрать и прокомментировать со своей стороны. Ну, давайте посмотрим. Сейчас, в принципе, вот эта неопределенность, которая сейчас возникает на рынке, она как раз и подтверждается действиями Баффета. То есть золото, как актив, убежище, по его мнению, продолжит расти, а вот другие компании, в которые он инвестировал, которые продолжают держать позицию, уже не вызывают такого большого интереса. В этой связи речь идет, безусловно, о банках, как Банков Америка, например, то есть доля в его портфеле довольно-таки существенная на текущий момент, но также Баффет сокращает доли позиций и в этих банках. Ну, мы с вами понимаем то, что для банка работать при нулевых ставках довольно-таки проблематично. Поэтому сейчас, несмотря на то, что банковский сектор выглядит довольно-таки привлекательным, я тоже подумывал о том, чтобы добавить себе в портфель Банков Америка. Но пока, наверное, я этого делать не буду в ближайшее время, потому что неопределенность с тем, насколько эта ситуация продолжится, она довольно-таки велика. Если посмотреть на мультипликаторы компании, то есть та же самая компания Беррик, мы видим довольно-таки неплохой ПИ, мы видим довольно-таки неплохую коррекцию с того момента, коррекция по золоту, которая была. Мы видим, что компания платит дивиденды, ну и мы с вами помним то, что у Баффета довольно-таки много кэша и сейчас у него планируют пристроить. Ну, на мой взгляд, это вот как раз такое актив-убежище, которое он для себя использует. Еще одна компания, которую мы обсуждали и на подкастах, и в данных видео, это компания Ньюмонд, американская компания, которая, ну, в принципе, является, пожалуй, самой интересной из данного сектора, именно из американских компаний, которая также ориентирована на золото. Мы также видим довольно-таки неплохой ПИ, мы видим компания платит дивиденды, мы видим то, что выручка растет, ну, на фоне как раз роста золота. То есть, компания чувствует себя неплохо и, в принципе, сейчас скорректировалась тоже с уровней практически 74 до 63. Поэтому, как один из вариантов, также имеет смысл присмотреться к данным компаниям. Ну, а вот в связи с тем, чтобы как раз провести аналогию с Бэнков Америка, например, да, мы видим то, что тенденция постепенно восходящая. То есть, поднимаемся от уровней минимальной значения, которую мы видели в марте с отметки 18, сейчас торгуемся по 26. ПИ – 12. Долгов практически нет. То есть, по мультипликаторам, в принципе, все выглядит довольно-таки неплохо. Дивиденды 2,72. Но вот как раз здесь опасения связаны с тем, насколько банки будут долго выходить. У меня уже есть в портфеле одна из компаний финансового сектора, поэтому пока я присмотрюсь. То есть, опять же, все выглядит, все в зеленом цвете, все выглядит очень привлекательно. Если не брать во внимание ту ситуацию, которая происходит на рынках, то, наверное, с точки зрения инвестиций, это довольно-таки интересный вариант, интересная партия. Но пока будем присматриваться и дальше будем уже непосредственно эту ситуацию отсматривать и отслеживать. Еще одна вещь, которая сейчас во внимание, это переговоры США и Китая, которые должны были возобновиться как раз в минувшие выходные. В субботу они должны были пройти новый раунд переговоров, но, к сожалению, они не состоялись. Не состоялись они не по причине того, что стороны не хотят договариваться, а по, скажем так, независимым от сторон обстоятельствам. Пока новой даты не было назначено, но переговоры на фоне, опять же, текущей ситуации, они возобновляются. И очень много сомнений по поводу блокировки Трампом китайских компаний. То есть, уже есть предпосылки на то, что это будет происходить. Но это еще один фактор, который сейчас на рынок несет неопределенность. Мы с вами видим, что сейчас индекс S&P 500 находится практически на локальных максимумах. То есть, мы замерли буквально в менее чем 1% от исторического максимума. Но сейчас пока все больше и больше факторов, которые появляются, которые влияют не совсем позитивно на рынок. Ну и плюс то, что демократы с республиканцами не смогли договориться относительно новых стимулирующих мер. То есть, да, Трамп выдал по 400 долларов в неделю, скажем так, со своей стороны. Но переговоры должны были продолжиться, но пока они еще ни к чему не привели. И это еще одно сомнение в копилку, которые появляются. Также на этой неделе одним из драйверов роста, которые могут быть, ну и в принципе реакции на рынок, это отчеты компаний. На этой неделе продолжат отчитываться компании из индекса S&P 500. На текущий момент уже отчиталось порядка 457 компаний. То есть, самые активные были последние две недели. Сейчас уже, конечно, сезон отчетов идет на спад. Но на этой неделе отчитаются ритейлеры. То есть, такие как Walmart, Target, Home Depot, Loewis. То есть, достаточно большие компании, которые сейчас из, скажем так, из старых экономик, которые могут показать, как же они переживают кризис. И, собственно, эта ситуация тоже может повлиять на индекс S&P 500. Но вряд ли что-то мы можем сдать хорошего. Потому что, безусловно, мы с вами понимаем, что вот ситуацию с коронавирусом выиграли только те компании, которые могли продавать дистанционно. Если у них этот сегмент не был развит, то компания, конечно же, несла, в свою очередь, довольно-таки большие убытки. Поэтому тоже следим за экономическим календарем. И, ну, в первую очередь, за сезоном отчетов, которые сейчас на текущий момент продолжаются. И с точки зрения макроэкономических данных, которые будут публиковаться на этой неделе, событий не так много. Важно это. Во вторник выйдут данные именно по разрешению на строительство. Здесь мы ожидаем небольшое снижение по отношению к предыдущему показателю. Также изменение запасов сырой нефти. Здесь мы тоже ожидаем снижение, что, безусловно, позитивно влияет на рост нефти. Ну и в пятницу выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья. Здесь ожидается рост. Но, опять же, низкие ставки делают более доступным жилье. То есть, скорее всего, здесь рост идет не на фоне того, что все хорошо и покупают, а просто потому, что дешево. И еще раз ждать такую же ситуацию можно довольно-таки долго. Ну а теперь давайте пробежимся по основным инструментам. Посмотрим валютные пары, индексы и что, в принципе, сейчас на рынке происходит. Евро-доллар нашупал поддержку в области 1.17. Сейчас у нас идет продолжение роста евро, в данном случае падение американского доллара. И, фактически, сейчас с точки зрения часового таймфрейма у нас также идет фаза роста. То есть, как мы и предполагали, тенденция сейчас на текущий момент восстанавливается. И, собственно, доллар продолжает снижаться. Ну, входить по текущим ценам по евро не самая оптимальная идея, не самая оптимальная ситуация. Поэтому здесь пока будем продолжать наблюдать. То есть, здесь сегодня мы уже обновили локальный максимум. И довольно-таки близко мы находимся к обменке 1.19. То есть, как я и говорил, евро я бы покупал чуть ниже. То есть, это 1.16, возможно, 1.15. То есть, здесь пока я от позиций воздержусь. По британской валюте также у нас завершается коррекционное движение, которое мы видели на прошлой неделе. Сейчас рост по британской валюте также продолжается, но коррекция, на мой взгляд, была недостаточна для входа на продолжение роста. Поэтому сейчас тоже здесь нахожусь вне позиций. В пятницу мы смогли обновить локальный максимум. И сейчас мы движемся на отметку 1.3178. Если держите британскую валюту, то, в принципе, имеет смысл пока продолжать держать, пока тенденция к росту у нас сохраняется. Но я здесь вне позиции. По паре американский доллар, канадский доллар, наш сценарий, о котором мы говорили, он реализовался. Дошли мы до целевых минимальных значений начала августа. Сейчас можем как раз увидеть здесь коррекцию или продолжение исходящего движения. Но если не вошли в позицию, то риск получения данной коррекции становится все выше и выше. Сегодня мы уже торгуемся ниже примерно по ценам открытия. Начали мы по нисходящей. Вполне вероятно, что здесь может наметиться как раз коррекция по отношению к торговой сессии уже конца предыдущей недели. Поэтому будем смотреть, где эта коррекция завершится. И тогда искать уже новую точку для входа на продажу по данному активу. Сейчас пока продавать уже несколько опасно. На мой взгляд, здесь есть более интересные активы, которые как раз могут заходить по тренду. В их числе, например, пара американский доллар и японская иена. В данном случае здесь мы с вами видим то, что скорректировались довольно-таки неплохо. На текущий момент зона для покупок выглядит довольно-таки интересно. Перспективы для продолжения снижения тоже есть. И у меня здесь открыт отложенный ордер, который я открывал еще на прошлой неделе, на коррекцию как раз по паре американский доллар и японская иена. И заходом как раз в области, там, где вы видите данную пунктирную линию, 106.80. То есть оттуда я бы купил, продал, прошу прощения. То есть сейчас уже мы пока не видим такой коррекции, которая была. Вполне вероятно, что она может произойти сегодня в течение дня. И вот вход в данную позицию по данным ценам для меня, мне кажется, интересным. Поэтому я ордер оставляю и буду смотреть, как он будет реализовываться. Если увидим коррекцию, то, соответственно, войду по хорошим ценам в довольно-таки интересную позицию, в довольно-таки интересную ситуацию. Но сейчас уже видим, что цена немного обновляет минимальные значения, которые мы видели в пятницу. Вполне вероятно, что коррекции и может не произойти. Цена пойдет без меня. Но, тем не менее, общий сценарий пока здесь выглядит на снижение американского доллара. Поэтому вполне вероятно, что эту неделю будут пытаться S&P 500 продавить уже наверх. По паре австралийский доллар, американский доллар. Также здесь мы видим продолжение восходящего движения, которое у нас намечается уже на этой неделе. Сегодня мы торгуемся уже выше максимальных значений, которые были сформированы в пятницу. То есть тоже довольно-таки неплохо скорректировались. Но цены для входа были, конечно, лучше чуть ниже. То есть примерно в области 71.31. То есть минимальное значение пятницы. То есть там было интересно войти. Но на тот момент еще не было как раз перехая, который я жду для входа в позицию. Он произошел только сегодня. Поэтому здесь, если мы опустимся еще в область 71.31, то я, может быть, рассмотрю вход. Но пока по австралийцу мне не очень нравится ситуация. Это именно с точки зрения соотношения риск-прибыль, именно с точки зрения моей торговой стратегии. Но в целом, опять же, мы возобновляем рост по данному активу. То есть здесь мы можем предполагать как раз движение на 72.32. А вот по Новозеландцу ситуация мне нравится чуть больше. И здесь как раз, я думаю, что я еще одну попытку войти в данную валютную пару сделаю. Сейчас мы по Новозеландцу скорректировались чуть ниже. Мы находимся чуть дальше от локальных максимумов, чем австралийцы. Поэтому перспектив по данной валютной паре, мне кажется, больше. И здесь волатильность пятницу была меньше. Соответственно, если мы сегодня закрепляемся выше максимальных значений, которые были сформированы в пятницу, то покупки здесь я для себя рассмотрю. Так как волатильность была меньше, скорее всего, войду по ценам пробития и оставлю небольшой запас. На тот случай, если будет еще коррекция внутрь торговли пятницы. И я в данном диапазоне еще, скорее всего, докуплю. Цели роста это как раз обновление локальных максимумов, которые мы видели в августе. То есть движение в область 67.06. То есть вот такие цели здесь я для себя буду ставить. Опять же, если будут продавливать S&P 500, но, скорее всего, могут продавить его, скажем так, поэтапно, как раз к выборам. То есть до ноября, скорее всего, мы увидим небольшой рост по S&P. А вот после уже на фоне как раз неопределенности, пока кто же сможет победить, пока лидирует Байден. Особенно на фоне того, что Байден решил добрать голосов тем, что привлек вице-президентом. Он сделал, скажем так, человека, который может на себя привлечь дополнительный электорат. И вот он делает на себя эту ставку. Поэтому, скорее всего, пока Трамп по опросам проигрывает несколько процентов. Но, тем не менее, скорее всего, пока он у власти, он будет стараться делать все возможное, чтобы все-таки S&P 500 потолкнуть вверх. А золото у нас продолжает восстанавливаться. Та коррекция, которая была на прошлой неделе, то есть зашли мы даже ниже 1000 отменки, 1900 опустились. То есть были довольно-таки неплохие уровни для входа. Но для меня они не были реализованы, так как волатильность была крайне большой. И данная ситуация не дает, с точки зрения моей торговой системы, входить в данные позиции. Но, в целом, опять же, я вижу продолжение роста. Опять же, обновление локальных максимумов, которые были в четверг и пятницу, подтвердит настрой еще одного восходящего движения. Если увидим обновление локальных минимумов, то будем искать возможность купить еще чуть дешевле золото. DAX торгуется чуть выше локальных максимумов, чем все предыдущие индексы. То есть, например, тоже индекс S&P 500 или Dow Jones 30. Но, тем не менее, по DAX тоже ситуация выглядит довольно-таки интересной. Здесь, ну, с текущих уровней покупать довольно-таки пока опасно. Но, в принципе, в пятницу мы видим то, что коррекция началась по DAX. И вот пока эта коррекция не завершится, входить в DAX, наверное, ну, особенно по тренду, пока смысла нет. Поэтому здесь ждем движения. В принципе, интересные уровни для входа. Это как раз минимальное значение, которое мы видели в начале августа. 12 281. Оттуда было бы как раз DAX интересно купить. То есть, пока здесь я тоже занял выжидательную позицию. Буду следить за тем, где же DAX может остановиться. Ну, и S&P 500. То есть, опять же, мы видим довольно-таки вялую торговлю в течение последних торговых сессий. Торгуемся вблизи локальных максимумов. Но вот все, не можем мы, не можем мы к этим уровням подойти. Если посмотреть чуть более сжатую картину. То есть, мы видим в пятницу то, что цены смогли переписать минимум, который был сформирован в четверг. Вполне вероятно, что начнется небольшая коррекция здесь. Поэтому здесь, ну, собственно, два варианта. Если у нас начнется рост, то я начну продавать американский доллар в том случае. Если по тем валютным парам, по которым я вам говорил, у меня сработают отложенные ордера. Или будут открыты новые позиции. Если этого не произойдет и все-таки коррекция будет продолжаться, то буду искать возможность купить S&P 500 как раз пониже. Там в области 3340 или даже 3300, если сможем туда скорректироваться. И будут признаки как раз восстановления, вновь перехода к восходящему движению. То есть, такой сценарий тоже я для себя рассматриваю. Ну, нефть тоже постепенно продолжает расти. То есть, все-таки запасы пока снижаются. И это все, безусловно, позитивно влияет на рост нефти. Но не так активно растем, как пару месяцев назад. Но, тем не менее, пока общее движение здесь сохранится восходящее. Но по нефти пока я остаюсь вне рынка. Ну, вот такие события у нас намечаются на этой неделю. Неделя хоть и не насыщена на макроэкономические данные, но, в принципе, довольно-таки много факторов, которые могут повлиять напрямую уже на текущую ситуацию. Если резюмировать, то это, безусловно, переговоры США и Китая. Это продолжение сезона отчетов. И будем следить, как эти ситуации будут развиваться. И с вами увидимся уже в среду. Посмотрим, что на рынке произошло, что будет интересного. Ну, и обсудим это вместе с вами. Ну, а я напомню, что если вам нравится это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. Ну, и если у вас появились вопросы, то оставляйте их в комментариях. С вами был Исаков Роман, компания Admirals Markets. Увидимся в среду. Всем спасибо и до свидания.